С момента создания моего канала, вот можно считать самых первых роликах, я в комментах постоянно вижу вопросы. Сейн, расскажи про татухи, а когда ролик про тату? А чё с тату? А чё вот значит твои тату? Я его так долго не делал, потому что не мог до конца сформировать именно мнение, которое я хочу донести до подписоты, потому что просто сделать очередной ролик татухи круто, йоу, давайте забиваться, и тем самым наплодить ещё дохера людей, которых я ежедневно вижу на улицах с какими-то жутчайшими протоками, мне очень не хотелось. И вот я дожил до отличнейшего, идеально подходящего момента для того, чтобы с вами про татухи поговорить, а именно до момента, пока я пошёл на сведение этих самых татух. Это не кликбейт, реально вот у меня сейчас, можно слышать, у меня шуршит здесь под рукавом, потому что я перемотан, потому что я вот только что, вчера после первого сеанса сведения. В общем, здрасте, вы на канале Сейна, сейчас у нас, сука, будет серьёзный разговор про татуировки. Эх, ёбаная жизнь, ненавижу, сука, блять, ебать, колотить, ковырять, копать. Вообще, сразу хочется сказать, что я не хочу делать только негативный вот такой печальный ролик про татухи и рассказывать об этом именно как о биче современного поколения. Нет, я в скором времени, ну вы знаете, моё скорое время, сделаю позитивный ролик про татухи, где буду размышлять больше о том, как сделать хорошо. Здесь я буду размышлять о том, как не сделать говно и после этого не ходить на сведения, как я вот такой дебил. Начну с своей собственной истории. Как вообще люди приходят к татуировкам? Они, будучи подростками, сидят и нуждаются в каких-то вот признаках взрослого человека, в атрибутах крутого парня, уверенности в себе и вот всего такого. И эту самую уверенность в себе они пытаются взять, ну, естественно, не в каких-то своих поступках, действиях и всём таком, а во внешних атрибутах. Опять же, осуждать это глупо, потому что я, например, вот в свои 14 лет выглядел вот так, и, ну, как бы причины неуверенности в себе, они вот все перед глазами. Первые татухи я бил до 18 лет, и это я вам не рекомендую категорически. И даже помимо главного аргумента, что мамка пизды даст, и все там ваши родственники будут недовольны, и вам придётся наебать тату-мастера, или пойти к херовому тату-мастеру, даже если вам всё нормально набьют, скорее всего, ваш период взросления, который вот будет лежать где-то в промежутке от, там, 15, допустим, до 21 условно года, он плохо повлияет на татухи. Понятно, что у каждого этот процесс взросления разный, но вот если вы делаете татухи до 18, скорее всего, вы в него попадёте. Вот, у меня их две, и, как видите, одна зажила херово, то есть вот эти вот белые точки, их изначально быть не должно было. Это просто оно вывалилось, потому что очень херово заживало, собственно, потом растянулось, сама татуха изначально выглядела иначе. То же самое относится к одной из моих любимых татух, это вот доктор Ливси, он, как видите, сплылся, то есть раньше у него было абсолютно различимое лицо, при том, что я тогда уже вроде как нормально умел заживлять, всё равно я подозреваю, что именно вот так вот он сейчас выглядит, из-за того, что бил я его в слишком раннем возрасте, поэтому я вам это не рекомендую категорически. Со мной сейчас основатель и совладелец клиники по сведению татуировок, ЕТ Лазер, Виктор, и, как видите, человек действительно понимает в татуировках, и при этом ни одной не свёл, правильно? Ну, на самом деле, одну я свожу, но когда я показываю, что я свожу, люди обычно смеются, это вот точечка вот здесь вот. Ну и всего остального нет. Да, остальное я не трогал ничего. Больше приходят людей именно молодых, или приходят с татуировками, которые набиты до условно 23-24? Ну, здесь статистика-то разнится, на самом деле, потому что есть и с той категорией люди по возрасту, имеется в виду молодёжь и более-менее среднего возраста, и там за 40 приходят. Самому старшему пациенту, наверное, у нас 60-х плюс лет было, это было удаление татуажа бровей у пожилой женщины. Если ты сделал татуировку на лице, и ты её прям ненавидишь, есть какая-то вероятность, что ты её никогда не сведёшь? Может ли она быть так туда вбита? Теоретически, конечно, может. То есть, в целом, наверное, самое сложное для удаления татуировки, если они типа не сверхцветные, то это вот те, которые очень глубоко вкрашены, и которые сделаны очень плотным прокрасом. Вот это вот, наверное, самое сложное. Ну, лицо такая зона, что там обычно всем очень больно, и типа там не так плотно делают татуировки. Хотя вот у нас был один пациент, он даже каверил там себе на лице что-то, то есть там кавер на кавере был, и в конце всё это в чёрное пятно просто превратилось, но он почему-то вот не хотел удалять. Но динамика-то была к тому, что мы в целом неплохо справлялись. То есть, если бы он продолжил ходить, мы бы, я думаю, что удалили. А какие татуировки вот вообще не подлежат удалению, или вот кому придётся страдать условно и дольше всего ходить, дольше всего страдать? Ну, тут чарт так выглядит. Первое – это, наверное, очень профессиональные и очень плотные татуировки. То есть, с ними будет сложнее всего. Вот, второе – непрофессиональные, но тоже очень плотные. Есть ещё деление по расположению, по локации татуировки. То есть, на кистях, на стопах, на голени, то есть, места, где тонкая кожа, сухая, там пигмент будет плохо удаляться. Ну, хуже по статистике. Ну, и по цветности – жёлтые, белые. Вот белые с ними практически лазером. Ну, лазером вообще с ними ничего сделать нельзя. Вот с жёлтыми кое-как возиться можно, но тоже проблем. Но в целом всё. С остальным можно работать. Собственно, одно из вот таких набитых по ебанутой юности татуировок «Были лживые собаки гонятся за мной». Это строчка из песни Василия К. Многие не знают, кто это такое, это нормально. Вот у каждого своя странная музыка, такой guilty pleasure, да, то, что многие не могут понять. Вот у меня это русские барды. Мне безумно они нравятся. Раньше нравились вообще пиздец. И весь свой подростковый период я слушал очень много бардов и очень много Василия К. Притом даже эту строчку набил какой-то другой чувак, то есть он просто взял реальный эскиз с моих фотографий и перехерачил его себе, при этом даже не зная, что там написано. Помимо проблемы качества исполнения подростковых татух, есть также смысловая нагрузка. Вот это вот то же самое, что там эти футболки, я не помню из какого магазина оригинальные, но в общем они сейчас перепродаются активно на Алиэкспресс, их фейковые вариации, на которых там всякие шутки про мефедрон, да, и когда вот ты молодой чувак, тебе хочется максимально привлекать к себе внимание просто всеми возможными способами, эта вот провокационность, она нормальна, да, но в каком-то более здравом возрасте вы эту футболку не наденете. С татухами, как вы понимаете, не так. Так вот, и собственно к своим там 20 с хером годам я решил, что мне не нужно такое количество провокативности на теле, хотя очень многие меня именно по этим татухам знали, потому что, ну, они почти постоянно на виду, сама надпись опять же привлекает внимание, и многие не понимали, зачем я хочу от них избавиться, охеренные же мол татухи, но меня откровенно заебло. Тогда я не думал о сведении, потому что я в любом случае, как бы хочу и дальше забиваться, мне само по себе это дело все еще нравится, да, не будет херово, если однажды разонравится, но в общем я решил, что просто забью это какой-то штукой сверху, то есть перекрою. И это как раз пришлось на время после карантина, я, собственно, нашел чувака стиль, которого мне нравился, мы с ним согласовали эскиз, то есть все было именно по нормальным канонам, именно, ну, как надо, то есть я договорился, сказал, что мне нужно, он мне это нарисовал, мы это долго согласовывали, и в итоге я, собственно, пришел и набил. И вот как раз моя ошибка заключалась именно в моменте, когда я впервые увидел трансфер на руку, то есть для тех, кто не сталкивался, перед тем, как набить татуху, вам ее наносят чернилами, отпечатывают, чтобы мастер потом по этому ориентировался. И вот по-хорошему говоря, в этом моменте мне нужно было очень сильно задуматься, потому что, вот опять же, я претензий к мастеру не имею, это чисто вот мой долбоебизм, потому что, как вы понимаете, вы не можете достаточно хорошо представить, как это будет на вас смотреться, когда это плоский рисунок, там, на экране телефона или даже на бумажке. Вот, и, собственно, сейчас, перед тем, как набить татуировку, уже наученный этому опыту, я по сто раз перефотошопливаю себя с будущей татухой, то есть реально отфоткиваюсь в разных ракурсах, чтобы максимально представить, как это смотрится на теле. Тогда я об этом не думал, еще, опять же, после карантина я тогда этого не замечал, но, на самом деле, навыки общения, они податрофированы, и ты не реагируешь на все так же, как до этого, то есть ты, когда очень долго сидел дома, не совсем вот как бы нормально существуешь в социуме. Ну, или я просто долбоеб, опять же, это в любом случае основная причина. Короче, набил я себе огромную хреновину на всю руку, это должен был получиться фли из Red Hot Chili Peppers, и вокруг него вот эти все ебанутые жучки-паучки, а также небольшие фрагменты из клипа Monarchy of Roses. Изначально эскиз выглядел так, итоговая работа выглядела так, и поначалу я даже ходил и думал, что это норм, но на руке это смотрится именно не круто, то есть совершенно сама работа, она не учитывает геометрию самой руки, как бы, да, то есть она в тело не очень вписана, и ко всему прочему затмевает собой все остальные татухи, которые есть на руке. Короче, отстой, большая моя ошибка, в итоге сейчас прошел год, и я начал ее сводить. Многие, в принципе, пишут удаление лазером как один из видов удаления тату, а помимо этого используется вариант йодом, помимо этого предлагается, я даже видел видео, как удаляют буквально вместе с кожей тату, то есть там жена своему мужу трет спину, у него там знак радиации. Насколько, во-первых, насколько ужасны последствия, вот тебе известно, во-вторых, насколько много людей приходят к вам после неудачных попыток удалиться йодом и там вот с поврежденной, уже уничтоженной, наверное, кожей? Хороший вопрос. Кустарное удаление действительно почему-то, я не знаю почему, хотя догадываюсь, да? Оно еще до сих пор популярно, хотя мы вроде как в Москве живем, здесь вроде цивилизации должна быть, но нет. Очень много действительно кустарных удалений, ну, как бы в общей статистике процент небольшой. Большой процент, на самом деле, после некачественных удалений в каких-то там других салонах, там даже клиниках, вот это, конечно, топ. То есть люди, получив уже какой-то негативный опыт, пытаются найти что-то более-менее качественное, у них уже, к сожалению, вот это вот недоверие к услуге есть, но в целом у нас, я считаю, что хорошо получается с этим справляться. Последствия некачественного удаления, ну, самые печальные. Вот то, что меня в свое время поразила, пришла девушка, которая просто себе кусок татуировки, она вырезала себе хирургическим путем, ей потом зашили, там просто омерзительный шрам был, вот, на вопрос, а зачем вы это сделали, как бы у вас тут не так много сеансов лазера потребовалось, она сказала, что татуировка ее очень сильно бесила, хотя она была на лопатке, то есть она ее не видела, и вот... И вырезать себе кусок лопатки. Да, кусок кожи, но по моим подсчетам, это где-то вот 10 на 10, то есть там прямо ужасный рубец, прямо вот, прям балеводный максимально. Вот, то есть вырезаю татуировки, марганцовкой на моей памяти выжигали люди, тоже приходили к нам, мы на самом деле с опаской относимся к таким людям, потому что если человек решился на это, когда у него в доступе интернет, ты зайди, мы там в целом в контексте, там в гугле, в яндексе рекламируемся, И даже инфинк самосохранения просто. Да, 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 можно нас найти там, но человек почему-то решил, как бы подвергнуть себя такого рода экзекуции, нас это настораживает, то есть мы очень с опаской относимся к таким пациентам, если они там наши фильтры какие-то внутренние не проходят, мы с ними не работаем. Сведение — это долгий, трудный, энергозатратный процесс, ко всему прочему еще и не дешевый, ну как бы и татуировки не дешевый, но это еще сложнее именно для вас. Почему? Потому что все вот заявления про то, что это быстро, не больно и так далее, это полная херня, то есть не то, что вам не стоит верить всем салонам, которые обеспечивают сведение, но стоит знать, ну как бы как это на самом деле работает. К сожалению, в этом плане маркетинг очень сильно играет против фирм, которые оказывают эти услуги, потому что большинство пускается в совсем уж абсурдные кликбейты в духе того, что это там совсем не больно, ну то есть это может быть так, и ты обожрешься обезболивающими. Вот, я не сторонник подобного подхода, и поэтому мне, например, было больно конкретно. По ощущениям один в один, как удар электрошокером, а по боли, как бить вот прям рядом с костью. То же самое, быстро. Это не может быть быстро, потому что это работает таким образом, что вам лазером проходится по татуировке, после этого вы ждете какой-то долгий период, у меня это, например, аж несколько месяцев пауза между сеансами, и после этого вы делаете это снова, и снова, и снова, в зависимости от того, какая у вас кожа, какая там краска и так далее, очень много условий на это влияет. Но в любом случае шанс, что это получится сделать за вот один сеанс, один на миллион. Возможно, как бы эти заголовки, типа, быстро имеют в виду, что сама процедура быстрая, это правда. Как бы пройтись лазером действительно очень шустро, там в сумме, ну не знаю, ну несколько минут реально занимает этот процесс. Вот, но во всех остальных моментах это нихера не быстро, а даже период восстановления после этого несколько минутного сеанса, он все равно, это два дня, вам нужно постоянно охлаждаться. Вот я перед тем, как снимать этот ролик, у меня вот есть пачка льда и замороженная курица. Я вот так рукой на них лежал. Собственно, когда я досниму этот ролик, я пойду так же рукой на них лежать, потому что мне постоянно нужно теперь охлаждать вот этот вот травмированный участок кожи. И это так работает. Просто сама процедура такая, это реально медицина. И вот это на рекламных сайтах по сведению татуировок не прочтешь, но очень часто занимает процесс сведения там вплоть до года и больше, чтобы не было ошибки выжившего. Можешь сказать какое-нибудь самое быстрое ваше сведение татуировки и наоборот самое долгое и ужасно мучительное? Ну, отталкиваясь от вот того, что ты сказал, что типа год, ну год это прям очень хороший вариант. То есть если за год удаляется татуировка, это великолепно. Обычно процесс там от двух лет занимает и выше, и больше. Значит, ну самое быстрое, это за один сеанс мы удаляли. Это, в общем-то, очень редкая история, крайне редкая. Может быть, там одна из двух-трех тысяч татуировок может удалиться за один сеанс. Ну, как бы, критерии очень простые. Она должна быть некачественно сделана и максимально неплотна. И желательно, чтобы это еще какие-то мягкие ткани были. Либо лицо, где очень хороший лимфоток, либо там место с толстой кожей. Ну, где-то на торсе условно. Тогда шансы есть. Плюс здесь очень большой момент играет премия. То есть вот мы провели процедуру, и там год, наверное, будет татуировка еще светлее, светлее, светлее. То есть если она там условно с одного сеанса сразу не вылетела, она может через год просто организму еще довывестись. А самое длительное удаление, ну оно еще в процессе. А с какой уже идет? Самое большое, наверное, у нас есть экспериментальный пациент, которому мы проводили каждый месяц процедуры. Ну, это как бы на страх-риск обеих сторон. Вот он в целом согласился. Нам тоже интересно было. Там 32, что ли, процедуры уже сделаны. Вот сейчас мы паузу увеличили. Ну, в целом результат уже хороший. Ну вот, 32 процедуры за, ну, года 2,5, наверное. А есть в нормальных паузах, типа там от 2,5 месяцев и больше. Есть татуировка профессионально сделана, она на груди. Там прям очень плотная черная контура. Там, по-моему, то ли 12, то ли 13 сеансов. И как бы мы еще экватор не пересекли. То есть будет еще столько же. Собственно, основной месседж простой, как два пальца. Думайте про татухи до того, как их набить. Да, вот так невероятно. Вот. Но если вы собираетесь что-то наколоть, вот пришла вам какая-то идея. Сделайте все, чтобы представить, как это будет на вас выглядеть. Чтобы прям отчетливо себе это представлять. Если у вас есть друг, какой-нибудь художник, возьмите там лист А4 или какую-нибудь кальку. Переведите это на руку, себя хоть ручкой разукрасть и походите недельку, поймите. То есть никогда нельзя слишком запариться в подготовке к татуировке. Вот. И то же самое относится к времени ожидания перед татухой. То есть если вы действительно хотите ее поносить там полгода в голове идею, год 150 лет эту идею в голове носить и только потом набить, это гораздо лучше, чем спустя там три дня ее нахерачить, а после этого осознать, что это вообще говно какое-то, и ты пьяный был, когда это придумал. Вот у меня здесь золотое сечение, под ним буква фито, здесь вот доктор Ливси и некоторые другие. О них я думал очень долго, вот прям носил это в себе, и вот о них, как я видите, в итоге совершенно не жалею. Один вопрос, который я задавал, в итоге не вошел в финальную версию монтажа, но это я хочу самостоятельно озвучить. Вообще сам процесс сведения татуировки довольно унизительный с психологической точки зрения, потому что вы накололи какую-то хрень, которую в итоге сводите. То есть сначала вы совершили неправильный поступок, вы терпели боль, страдали, после этого заживляли, в один из каких-то вот моментов вы осознали, что вам это не надо, вы уже расстроили там маму, папу, всех родственников, пришли, собственно, в салон сведения в клинику, платите там деньги, чтобы терпеть боль. Это все само по себе довольно неприятно, и честно говоря, я уже запасался моральными силами, чтобы все эти круги ада проходить, но в Эд Лазер, по крайней мере вот у них в клинике, очень с вами приятно, аккуратно и без лишних косых взглядов обращаются. То есть, когда ты показываешь им там свою вот огромную херовину, которую надо свести, а посмотреть на их кейсы, у них много очень абсурдных работ. Мне кажется, они реально тренировались, чтобы никакой лишней мышцы на лице не пошевелить, там не выказать удивление, или не начать смеяться просто откровенно от того, какую херню они перед собой видят. Ну, в общем, все очень по-человечески, там, начиная от предложенного чая на рецепшене, заканчивая, собственно, финальными охлаждениями, каждую херню тебе объясняют, на каждый тупой вопрос отвечают, вообще, и после этого, главное, тебя консультирует доктор просто в мессенджере. То есть, ты ему скидываешь, как там у тебя татуха себя чувствует, вот, и он тебе рассказывает, то-то делай, то-то не делай. И, собственно, все подводные камни заранее предупреждены, а то, что вы по дороге забыли, вам еще напомнят вот так вот просто в вашем же телефоне. Очень по-человечески, очень удобный, респект, едлазер. Но в чем вообще состоит основная херня, по-моему, сейчас? В том, что, когда я вдохновлялся татухами и мечтал о своих первых татухах, они выбивались только из андера. То есть, они много у кого были, но именно сила стереотипа про то, что татухи это только у зэков, тебя никогда не возьмут на работу, это все для дегенератов, ля-ля-ля, она была суперсильна, и именно весь контент, посвященный татухам, был посвящен их реально нормализации. Это сами паблики про татуировки были похожи на какие-то там эмо-паблики, которые вот были сильно до того. То есть, тоже такое очень закрытое комьюнити, и видно, что люди вот обороняются от всего окружающего мира. Вот, если кто-то помнит сериал «Забитые», я был диким его фанатом, я смотрел реально все выпуски всех сезонов, и вот как раз Юру Музыченко я помню именно таким, и удивительно наблюдать, какой он сейчас. Собственно, вот прекрасный Рунет позволяет вам посмотреть эволюцию творческой личности длиной уже во сколько? Лет в 10? Сейчас же все наоборот. Доступность татуировок просто невозможная. Их все бьют, всем бьют, и где-то бесплатно, где-то как модель, где-то как еще что-то. Просто в каждой дырке, в каждом районе каждого города, мне кажется, можно набить татуху. То есть, не говоря уже об их качестве. И, собственно, это то, что я вижу в нашем современном поколении, что очень много кто забивается совершенно дебильно, безвкусно. И это как бы в этом и состоит основная проблема, что когда ты сам по себе безвкусный, да, вот, ну, нет у тебя вкуса, есть такие люди, просто невоспитан, это может выражаться в одежде в твоей, да, или как-то в прическе, в таких моментах. Но при этом можно как-то научиться очень просто одеваться, и это даже палиться не будешь, будешь нормально выглядеть там, по примеру остальных. Но в случае с татухой, это палится моментально. Чтоб понять, о чем я говорю, недавно делал потрясающий квест для своих друзей. Кстати, рекомендую всем, хотите поразвлечься, сделайте все вместе с друганами квест и решайте его. Извините за лирическое отступление. Короче, я там делал задание угадать, какой звезде принадлежит херовая татуировка. И вот это, например, Витя АК-47. А вот это, например, Павел Воля. А вот это, например, Ильдар Джарахов. И бывает при этом куча еще разных других причин, почему татуха херовая. То есть мало того, что она может быть некачественно исполнена, она может быть просто на нелепом месте. Это я даже не говорю про то, что как-то потерялась совершенно сейчас трушность про то, что в первую очередь забивать невидимые места. То есть ладно я, который под рубашку забиваюсь, я думал, что у меня там только руки, это типа не тру. Вот, так люди сейчас забивают сразу кисти, сразу пальцы, сразу лицо, шею и так далее. Это вообще никого не парит. Но даже без учета этого бьются татухи, которые вообще никак не учитывают геометрию вашего тела. То есть у меня вот такая ошибка в итоге сводится, но остальные я очень пытался вписывать. Я каждый раз перед тем, как набить, как раз-таки этот трансфер там переклеил по 3-4 раза в разные места, чтобы понять, где он смотрится органичнее всего, где он под анатомию мою подходит. Как будто для многих это вот вообще не существует самого факта анатомии, и при этом бьются зачастую какие-нибудь либо ньюскульные, либо какие-нибудь реалистичные работы, которые там заключены в какой-то овал, допустим, и просто он где-то, вот херак, овал в 3 раза меньше, чем, допустим, женская ляжка, и он вот набит, и у нее как будто она какой-то там могилки вот сорвала вот эту фотографию себе, приклеила, и это в итоге как-то ногу не подчеркивает ни хера, а наоборот вот просто именно пятно. Это абсолютно оправдывает там мнение наших родителей про то, что о, все измалеванные ходят. Ну, когда это беспорядочно, действительно, это измалеванные. Короче, сейчас перестаю душнить в холостую, начинаю говорить вам именно пункты, которые чаще всего говорят о том, что ваша татуха получится просто ужасной. Мы поговорили про нестандартные методы сведения, но есть же и нестандартные методы нанесения. Я знаю углем, знаю шариковой ручкой и иголкой на задней парте. Еще можно повспоминать вот такие вот необычные, они подлежат удалению? Да, в целом, да, подлежат. Значит, из необычных. У нас есть пациент, у которого у лица взорвалась петарда. Я, честно, вот очень удивлен, что он не ослеп, поскольку... Ну, он несовершеннолетний, по рассказам его матери, там, конечно, кошмар был. То есть, типа, из глаз там доставали какие-то вот эти вот ошметки. Вот с глазами длительное время проблемы были, но зрение сохранилось. То есть, парню очень сильно повезло. И у него все лицо, оно в такую мелкую крапинку, как будто веснушки, ну, типа черные. И там и на веках, и на губах, и на носу, на лбу много, щеки все. И вот мы удаляем такую татуировку. В целом, абсолютно... То есть, это даже не была татуировка? Ну, это называется травматичная татуировка. Травматичная. То есть, пигмент проник в дерму, а из дермы он уйти никуда не может. Офигеть. Ну, как бы взрыв. Оно и понятно. Вот, то есть, часто у людей, которые на каких-то производствах работают, то есть, они обо что-то оцарапались, что черный пигмент задержат. Зажило, а там пигмент остался. Такое бывает, да. А вот эти классики, там гелевые ручки, там армейские какие-то татуировки, это вообще несложные случаи. Абсолютно несложные. Ну, там есть особый спектр татуировок. Тюремные татуировки тоже часто приходят, перстни там удалять и так далее. Ничего сложного. Абсолютно. Первый грех для татуировки, это банальное тату. Как бы, как понять, что ваша тату банальная, она есть дохера где везде. Вы можете таким образом заходить там просто в инстаграмы тату студий, или подписаться на какие-нибудь паблики с татуировками, и смотреть, что чаще всего там появляется. Но легче всего просто, ну, типа, плохо набивать татухи, когда ты не в тату-движухе. Лучше там подписаться на разные паблики про татуировку, самые разные источники, потому что все вещают примерно одну и ту же позицию. Так вот, и мониторить. Тогда вам станет очевидно абсолютно, что иероглифы это пиздец, ловцы снов это ни в коем случае, какие-нибудь там львы, вот эти реалистичные, портреты младенцев. И на самом деле таких довольно много, но от того, что их много, это не значит, что вы не будете потом встречать людей на улице с абсолютно такими же татуировками. Собственно, суть татуировки в том, чтобы она выражала вас. Поэтому обычно подразумевается, что мастер должен нарисовать уникальный эскиз для вас. И, собственно, если мастер бьет один и тот же эскиз некоторым людям, свой, например, то это тоже пиздец не true, это вообще дизреспект. Собственно, так же херово, как банальная тату, может быть чужая тату. Набивать татуировки, как у кого-то там, это херово, в первую очередь, с точки зрения самого смысла. Потому что тут речь идет о каком-то вашем персональном, да? Вы должны как бы самовыразиться через эту татуху. А если вы копируете чье-то чужое, то получается, что вы как бы... Ну, то есть то, что вы хотите похожим быть на него, это играет в данном случае очень злую шутку, потому что вы, получается, вместо создания какого-то своего личного стайла вы буквально пиздите чужое и будете ходить вот с этим спижиным всю оставшуюся жизнь. Это прям супер всрата, не говоря уже, собственно, об уникальности, которая тем самым теряется. То же самое относится и к татуировке из интернета, потому что, скорее всего, она где-то у кого-то когда-то уже была. Ну и, собственно, помимо этого, мастер в любом случае работу какую-то чужую сделает хуже, чем свою собственную. То есть ту он может сделать максимум просто ровно, а свою он сделает с любовью. И не стоит это недооценивать. Если есть вот качественные, некачественные и качественные сводят реже, есть ли такая же статистика по типичным татуировкам? То есть есть ли такое, что вы регулярно сводите, так, знак бесконечности, ловец снов, что еще, чеширский кот? Значит, мой топ, ну, как бы, я-то сам процедуру не провожу, но, типа, статистику фотографий и чат-результатов я постоянно мониторю. Короны. Очень часто я вижу короны. Причем они часто на одном и том же месте. То есть это вот предплечье вот здесь вот где-то, и там вот эта классическая корона. Сам я, когда еще проводил процедуру, у меня, типа, в процессе было, там, 4 или 5 корон. Сейчас у нас суммарно, наверное, ну, штук 15, наверное, точно есть. Плюс-минус один. Иначе интернетный эскиз. Типа, корона, там, лев, там. Вся вот эта вот история. Классика. То есть часто сводят вот эти вот клишейные, какие-то шаблонные татуировки. Надписи вот эти классические. Carpe diem, там, only good can judge me. Тоже на разных расположениях. С ошибками есть? Слушай, ну, были, да, были с ошибками. Есть прям кошмарные татуировки, там, на интимных местах сделанные. Ну, как бы я в детали вдаваться не буду, но, типа, интернет запомнил эту штуку. О том, как подобрать эскиз, как договориться с мастером и все вот такое, все вот эти вот тонкости, которые я нажил за свою болезненную тату историю, я расскажу как раз-таки в позитивном ролике уже. В этом скажу вот главные вещи про мастеров, ни в коем случае нельзя относиться к ним, как к каким-нибудь там дворникам, уборщикам, секретарям и кому-то такому. Это все-таки творческие люди, которые действительно рисуют эскизы, делают очень кропотливую, очень заебистую и сложную работу. Притом, несмотря на то, что цены на тату довольно высокие и вам кажутся большими, представьте все-таки, сколько зарабатывают мастера, там, в масштабах месяца, учитывая то, что их работа это очень кропотливая и заебистая херача чужую кожу, при этом с жуткой нагрузкой ответственности, которая на них постоянно лежит. И, короче, вообще проявляйте, пожалуйста, уважение к тату-мастерам. Если вы не уважаете тату-мастера, к которому идете, идите к другому, которого вы уважаете. А касательно выбора их, основные вещи, это просто когда вы смотрите его работы, если вы видите, что мастер там не держит форму изначальную, что супер сильно отличается изначальный эскиз и итоговая работа, это первый пунктик, что все плохо. У некоторых это может быть персональный стиль, но, собственно, видно по итоговой работе, она выглядит как говно или выглядит как персональный стиль. И второй, гораздо более очевидный, это ровность линий. Собственно, если мастер не может провести там вот контур ровный, аккуратно, одной четкой линии, то, скорее всего, все остальное он точно сделать не сможет, и татухи ваш пиздец. Собственно, что меня ждет теперь? Теперь я буду ходить на эти процедуры с промежутком в несколько месяцев. Мне говорят, что это может затянуться на год, может и на больше, но говорят, что под осветление бывает, хватает там сеансов и четырех. Будем надеяться, что за четыре сеанса она осветлеет достаточно, чтобы я смог ее чем-то перекрыть, но, как вы понимаете, это все в общем мероприятие гораздо, просто в миллионы раз сложнее, чем если бы я с самого начала думал о головой и набивал именно то, в чем уверен. Поэтому, ребята, учитесь на моем херовом опыте, чтобы потом у вас не было такого херового опыта. Ну и, собственно, вот что со мной стало после одного сеанса и одной недели. Да, не супер впечатляюще, если смотреть на это отдельно, но если именно сравнивать, как было изначально и как стало, то заметно, что вышло. То есть все моменты, которые были не супер плотно прокрашены, тени, линии, которые... Я уже сам просто помню, что до некоторых мест мастеру было не так удобно доставать, и, соответственно, когда он это набил, это не было видно, но у меня на внутренней стороне руки сошло гораздо больше, чем на внешней, потому что ему с той стороны было менее удобно вколачивать, соответственно, краска была не так глубоко. И стала гораздо более явно проступать старая татуха, потому что она-то вколочена, прям будь здоров. Там, мне кажется, остатки пигмента даже в костях моих есть, реально. Остальной свой процесс сведения, а потом и перекрытие, да и, в принципе, всю мою тату-историю в подробностях вы можете наблюдать в моем инстаграме. У меня там есть специальный хайлайт, в который я помещаю все свои татушные обновки, и, собственно, рекомендую вам, естественно, мой инстаграм, потому что это вообще грань охуительности. Но и конкретно, если вас моя тату-история интересует, то она вот там вот находится, и там же я буду публиковать, что у меня и как со сведением будет происходить. И правильно стоит здесь разочаровать людей из каких-нибудь маленьких городов, что вполне возможно, ни у них в городе, ни у них, возможно, даже в ближайшем большом городе нету места, где нормально сводят. То есть, если там есть какая-нибудь штука, которая предлагает условно 500 рублей за сеанс, ведем после завтра и так далее, то, скорее всего, ничего хорошего они не дождутся. Ну, действительно, тенденция к тому, что хорошие лазеры, они все-таки в крупных городах, поскольку здесь больше потенциальных клиентов, и люди, которые хотят заниматься удалением или занимаются удалением, естественно, они здесь будут как-то с точки зрения бизнеса лучше себя чувствовать. Вот, если говорить про совсем маленькие города, ну, скорее всего, да, можно вот так, наверное, огорчить людей. Если говорить про миллионники, в миллионниках попроще, ну, или там ближе к миллионникам, к примеру, там есть какие-то региональные центры такие, брать Уфа, например, Уфа вроде не миллионник, но там в целом есть люди, которые удаляют татуировки. Вот, там, Калининград какой-нибудь, там, конечно, не суперлазеры будут стоять, но в целом специалисты будут, наверное, плюс-минус адекватные, потому что люди сейчас обучаются этому в интернете, есть хороший у нас специалист в России, который непосредственно обучением занимается, специалистов других. Вот, ну, до какого-то такого, типа, среднестатистического масс-уровня услуга, наверное, постепенно доходит. Но там есть нюанс большой, что недорогое оборудование, оно на каком-то этапе просто перестаёт давать результат. Ну, и те же тебя иллюзии, что если у вас там сложная татуировка, там, перекрытие, к примеру, или там есть цвета, и что вы её на дешёвом лазере удалите, ну, нет, не удалите. То есть здесь только поездки в качественное заведение, где занимаются удалением. Ну, и в целом, наша практика показывает то, что к нам не то, что со всей России, к нам мы из многих стран мира ездим. Мы подводили статистику, 14 стран мы насчитали. Из Японии приезжали, из США, вот буквально сегодня была девушка из Германии. То есть, ну, за качественным удалением люди едут, и это абсолютно нормально. Если есть возможность, ну, как бы, надо ехать. если нет возможности, ну, либо как-то свыкнуться с идеей ношения не очень качественной татуировки, либо не тешить себя иллюзиями, что вы получите хороший результат на плохом оборудовании. Скорее всего, нет. В этом моменте мы оставляем ссылку на видос с канала ЕТЛазер про то, как выбрать нормальную клинику по сведению татуировок и понять, что вас там не обуют и не наебут, а действительно что-то смогут свести. И вот просто представьте, что вот будет вообще с моей правой рукой. То есть, ее сначала расхерачили один раз в домашних условиях, там, тачкой просто вдалбливали в сами кости краску, после этого перекрыли следующим слоем, после этого свели предыдущий слой и после этого покроют еще один. Притом, учитывая то, как это будет сводиться, скорее всего, у меня там все равно много чего останется, поэтому это будет очень черная татуировка, а это и так было очень черное. Короче, полный пиздец, не делайте так. А если вы во время просмотра этого ролика прониклись ко мне состраданием, какой же ты Миш Сейн, долбоеб несчастный, хочется поддержать меня как-то, то у меня есть патреон, куда можно донатить и входить в закрытый паблик, про который вы и так все знаете. И еще у меня охерительный инстаграм, который я наполняю охерительным контентом. И вот если вы не понимаете, что значит охерительным, значит вы не были в моем инстаграме, в принципе очевидно. Просто переходите в него по ссылочкам в описании. Вот. И хотелось бы, кстати, сказать, что я после предыдущего ролика прочитал, ну не только одного, многих прочитал много комментов про то, что многих пугает крик в конце. Вот была у меня такая обычная штука, типа кричать в конце роликов и многие там вскакивают как-то на этом скримере, кто-то наверняка там чай пролил. Короче, пугает это моих подписчиков. Я действительно задумался и, наверное, теперь я больше не буду кричать в конце века. Хе-хе-хе-хе-хе.